Термоядерный приветик, с вами товарищ Атонный и это игрушка подопринзивной подготовки, где мы забираем и разбираем различные вооружения. Урлога. И продолжается тема Второй мировой войны. Сегодня мы сравним очередное копирование Советского Союза, как говорят. Вот Советский Союз скопировал всё. Вот, пистолет-пулемёт ППС с Шмайсером МП-40 и посмотрим. Ты что там копировал? Смотрим, да? ППС-43. Ну, вроде да, он какой-то такой похож на Шмайсер, похож. Ну, перейдём к функционированию. Посмотрим, да. Как же он похож. Может, от вор чем-то похож, да? Вот такой. Посмотрим, как он. Магазин. Ну, магазин, во-первых, Ушмайсера прямой, а здесь Рожковый. Интересно, почему? Что скопировано у Шмайсера? Что, магазин Рожковый, да, сделаем? Дальше вообще такой магазин. Смотрим, да, стреляет. Ну, вроде приклад. Вот приклад, я считаю, да, со Шмайсера взят. Только он складывается под низ, а у Шмайсера наверх. Это единственный элемент, который был заимствован действительно с МП-40. Давайте начнём разборку и посмотрим, как устроен ППС. Значит, магазин. Магазин Рожковый, непрямой. Вот, чтобы кто-то не говорил. Смотри, а теперь как он открывается? Вот так наверх открывается. Шмайсер не так открывался. Ну, мы посмотрим, как Шмайсер открывался. Он на бок открывался. Ага, мы вытаскиваем вот так вот пружину вместе с затвором. Совсем не так, как у Шмайсера. И она очень напоминает ППШ. Если вы посмотрите серию с сравнением ППД, ППШ и ППШ со Шмайсером. С МП-40. Как его в народе называют Шмайсером. То увидим, что совершенно... Ну, что... Это ППШ. Затворы и пружина. Сделано. Интересно сделано. Я впервые вижу в отечественной практике, чтобы, получается, верхняя часть отбрасывалась вот так полностью наверх. И снималось. Оригинальное такое решение. Вот. Но аналогов такого нет. Даже если скажут, что Штурмгивер! Штурмгивер это штурмовая винтовка. Это пистолет-пулемет. Это первый момент. Второй момент. У Штурмгивера сзаду снимается приклад. Вытаскивается пружина. Вытаскивается через зад затвор. И только потом он переламывается. Здесь переламывается сразу. Я думаю, смотрели на немецкое оружие. Но в целом это явно своя конструкция. Вот зритель. Такого нет. И снова-таки неудобный съем ствола. И совершенно отличается. То есть он внутрь высовывается. Снимается вот так. Через вот эти штукки. Вот эти кругляшки такие. У немецкого там болт откручивается. И он снимается наперед. Мы сейчас увидим, как устроена МП-40. Еще раз посмотрим. Вот приклад я согласен. Приклад действительно взяли с МП-40. Он прямо и разбирается подобным образом. Тут без вопросов. Приклад да. Приклад взят. Все. Больше ничего. Ничего. Смотрите, даже ударно-спусковой механизм другой. Флажковый предохранитель. Есть уже. Другое оружие. Да. У нас нету никаких труб, как у МП-40. Здесь никакой части не снимается. Но другая система. Вот понимаете, дураки постоянно смотрят только на внешность. Если он чем-то похожа, внешность. Знаете, я теперь понял, что у Волга вот такая с квадратными фарами. Долгое время, в детстве, помню, говорили. Вот смотрите, у Мерседеса квадратные фары. И у Волги квадратные фары. Значит, это одинаковые машины. Нет. Нет. Просто мода тогда была приблизительно подобного стиля делать квадратные фары. А конструкции машин принципиально разные. Вот я теперь это понимаю. Что вот внешнее сходство. Ничего общего не имеется с внутренней конструкцией. Ну, давайте теперь МП-40. Посмотрим, как устроен МП-40. Разборка. Не понял. Разборка. Во-первых, прямой, да? Магазин. Что ж тут заимствовать, если тут магазин прикручен? Смотрите, как снимается. Поворачивается на бок и откручивается, да, вещь. И теперь через зад вытаскивается пружина. Пружина состоит из множества каких-то сложных деталей. Немцы не могут по-простому. Им надо обязательно переусложнить все. То, что можно сделать двумя деталями, они сделают тридцатью деталями. И несмотря на то, что первая штурмовая винтовка, первый автомат, слишком переутяжелено и сделано много лишних деталей. Да, смотрим. Вот это какая-то планочка. То есть, видим, что с точки зрения конструкционного разборки вообще ничего общего. Ну, смотрите, ствол вот так вот высовывается отдельно, целиком. У ППС совсем по-другому это сделано. Вот эта труба. У ППС нету никакой вот такой трубы. Нету. Вообще приблизительно ее нет. Смотрите, вот это что вытащилось. Теперь смотрите. Вот нижняя часть, да, там где курок спуска. Смотрите, как она снимается. Вот пистолетная рукоять. Такого ППС было, не было такого. Ой, нету, нету. Никакой вот такой пластиковой накидочки тоже нет. Вытаскиваем. Смотрите, как неудобно вытаскивается ударно-спусковой механизм. Да. Курок. Спусковой механизм. Вот вам МП-40. Вот он, МП-40. Функционирование. Посмотрим, давайте. Рентген. Сравним с точки зрения функционирования. Смотрите, простой такой рычаг идет. Да. Давайте затвор. У них очень простой предохранитель. Вот раз, поставили наверх. Значит, все. Вот. Конечно, с точки зрения предохранителя, мне вот это МП-40 нравится. Ну, и с одной прикладкой вообще. Все. В принципе. Да, видим прямой магазин. Вот такой прямой магазин, конечно, в МП-40 впервые использовался. Но у нас рожковый магазин сделан. Потому что рожковый магазин меньшее место занимает. Вот. И его удобнее с нему оперировать, чем с прямым магазином. Вот таким. Видим, да, как работает наш МП-40. Выйти, да. Ну, вернее, наш. Фашистский. Рейхевский. И перейдем к ПП-Су. Как же у нас функционирует ПП-С? Еще раз посмотрим, да. Рентген. Смотрим. Ударно-спусковой курок, видите, совсем другой консульс. Пружина от ПП-Ш с затвором. Затвор не высовывается вот так вот назад, как у этого МП-40. А снимается через низ. То есть, другая механика. Другая конструкция. Единственное, что тут можно сказать, что заимствовали, это склонной приклад. Все. Как же меня задолбало вот это. Постоянное. Понимаете, постоянное. Это просто вот как навязчивая идея у многих. Особенно тех, кто с жопу целует американцам. Или европейцам. Вот как навязчивая идея. Все украдено. Все украдено. Никто ничего своего не придумал. Украдено либо у американцев, либо у немцев. Потому что это великие расы, которые никогда не делают никаких ошибок. Смотрим, смотрим. Вот вам нижняя часть пистолета-пулемета. Где здесь рукоятка, которая вот так отдельно отсоединяется, как у МП-40? Нету ее, да? Нету. По-своему сделаем. Где здесь вот труба такая, на которую еще надето такой цилиндр с вот этой как раз для магазина частью. Где это? Нету. Курок совсем другой. Как же так получается? Вот все копируем, а что-то оно совершенно не такое. Вообще нету деталей таких подобных. Вот на ППШ, конечно, видно, что вот допустим, затвор и пружина, они похожи на ППШ. Рожковый магазин сделано. Смотрите здесь ствол как сделано. Совершенно другой механизм. Вот собирается верхняя группа. И понимаете, вот это совсем так идет. Вот начинаем, да? Если скопировали приклад, вот скопировали приклад, да, МП-40, то нет. Все, заявляется, что все полностью скопировано. МП-40, только парочку маленьких своих внешних переделок. Все, вот так заявляется. Хотя скопирован всего лишь приклад. Если, допустим, наши авиаконструкторы работали с французскими Конкордом, то все, значит, это мы украли у французов. Только так. Вот то, что они раньше не занимались реактивными сверхзвуковыми пассажирскими самолетами или самолетами подобного размера со сверхзвуком, а мы занимались 10 лет. И у нас две модели до этого вышла самолетов. Это не в счет. Если мы работали с французами, то это, конечно же, мы украли. Вот ствол неудобно здесь сделан, сменяется, да? И вот эта мода почти на все. Волга украдена с Мерседеса, то, что конструктивно совершенно разные машины. А то, что типа с нас крали и смотрели, так это все молчат. Я не понимаю этой моды. Почему так модно предавать самих себя? Знаете, это вот после перестройки идет. Это дебильнейшая мода. Понимаете, мы побеждали. У нас были свои недостатки. Вот. В чем-то были хуже, в чем-то лучше. Но, понимаете, вот идет такой заезд, что вообще типа все плохо. Все очень плохо. Мы ничего никогда не могли сделать сами. Мы просто тупо сдались, потому что мы доверили власть придуркам. Этим детям репрессированных людей. Потому что Горбачев, Чубайс и все люди, которые были тогда у власти, которые он подобрал команду, это все дети репрессированы. И они просто нам отомстили. Вот что они сделали в 91-м году. И вывели вот этих придурков троих, которые подписали договор о разваливании страны. И теперь это модно. Модно говорить, что все скопировано, все украдено. А мы ничего не додумались и у нас ничего не заимствовали. Заимствовали. И много чего. Вот где здесь общее? Я не поймаю. Что здесь общее? Металл? Мы украли у немцев идею от того, что вообще-то оружие нужно делать из металла? Как же это задолбало. Серьезно, понимаете? Сколько? Серий, наверное, 10. Какое оружие не возьми? Какую вообще технологию не возьми? Всегда говорят, все украдено. Все украдено. Хотя, берешь, разбираешь, смотришь. Нет. И потом постоянно вспоминать. Сталин, репрессии, все, всех убивали массово. 30 миллионов, у нас 120 миллионов населения, 150 миллионов расстреляли. Население 120 миллионов было, а расстреляли 150. Сталин. Конечно, думаете, были перегибы, были осужденные вот по сталинские годы те, кто ну, не совершал никаких преступлений. Было ли такое? Было. И понимаете, это, ну, пару десятков тысяч человек. Это все равно много. Но это все превратилось вот в пару десятков тысяч незаконно арестованных. Несколько тысяч убитых, невинных людей превратились в миллионы замордованных просто больше, чем само население страны. Вот во что это все превратилось. И, конечно же, это никто не понимает, никто не знает. Знают все, конечно, прекрасно. Просто это модно предавать. Вот, вместо того, чтобы говорить что-то правда. И при этом же никто не вспоминает. Вот, все вспоминают Гитлер. Суперэкономическое чудо немецкое. А то, что это экономическое чудо было построено за счет рабства и убийства других народов, евреев, этих самых, как они называются. Кочевые такие ребята вылетело из головы. Которые цирки обычно организуют. Еще всякие такие. Цыгане. Вот, цыган просто уничтожен. Нас так эксплуатировали и уничтожали. Вот вам и экономическое чудо. Хотите экономическое чудо по-немецким, по-фашистским, уничтожьте какую-то другую расу. Вот. И сожгите их в крематориях насмерть, вот на опыт пустите. Вот вам будет экономическое чудо Гитлера. А мы своим трудом это добивались, делали. И точно так же сравнивают трудовые лагеря Советского Союза с концлагерями в Германии. В Германии задача была в концлагерях убить людей. Просто буквально уничтожить. В промышленных масштабах. В трудовых лагерях Советского Союза люди работали и исправлялись. Там были тяжелые условия. Но там не было цели убивать. И тем более, думайте, про Калымул то же самое вспоминаю. Вот этот дуть придурок, блин, записал. Он откровенный, он дебил, во-первых, умственно отсталый, который не знает историю, но лезет в нее. А во-вторых, он, скорее всего, проплаченный и просто предает свой народ за деньги. Вот. И врет. О всяких своих вот этих решениях. Типа покрали там и все поубило. Вот смысл, какой смысл? Везти через всю страну, тратить топливо, тратить ресурсы, корабли его, перевозить со всей страны людей в Сибирь и расстреливать в Сибири. Зачем это делать? Если бы хотели расстрелять, расстреляли бы там на месте. Не надо было бы тратить на пароход, грузить. Вот это, тратить куда-то их плыть, везти их куда-то, не пойми куда. Не. Погрузили на пароходы, потратили тонны угля, потратили тонны жиротвы, чтобы их вот там в Сибири, при включенном тракторе расстрелять. Знаете, включали трактора на самом деле. И вот так, всякими ухищрениями, расстреливали людей. Это нацисты. И, что Дуд не знал, да все прекрасно знают, что вот все вот это рассказывают, пакость, которую про массовое убийство, это все взято с фашистов и с их пособников. Рассказывают. И про американцев тоже никто не вспоминает. Никто не вспоминает, что американцы делали с японцами, которые в Америке жили, когда началась японская война, что там тоже были концентрационные лагеря. Никто не вспоминает, что они с неграми, с африканцами, с афроамериканцами делали. Никто этого не вспоминает. В тот же период что была сегрегация, что вообще Афроамериканцев за людей не считали Что американцы полностью геноцидом Уничтожили реальных американцев Ну, колонисты Америки Вот эти белые, приезжие Уничтожили реальных американцев И украли даже их имя Их стали настоящих американцев называть индейцами А сами себя величать американцами Хотя на самом деле они приезжие Колонисты Об этом тоже никто не молчит Только вот Сталин, Сталин Миллионы убиты Убитых больше, чем количество населения Людей. А то, что в современной После 91 года Население всего СНГ То есть в пространстве всего Советского Союза Уменьшилось больше, чем на 65 миллионов Это никто не вспоминает Сейчас при демократии Вот если посчитать убыль населения Всего СНГ После демократии, после прекрасных Вот этих всех преобразований Как получается, что 65 миллионов исчезло Людей, уменьшилось При кровавом Сталине, при миллионах Репрессий, население росло и увеличилось Каким-то чудесным образом А при чудесной демократической Вот этой власти При вот этой демократии И при этом всем прекрасном Руководстве Самым добрым, самым милым 63 миллиона потерял Все СНГ Больше, чем территория Украины И что вы скажете Демократия, доброта Рассказывайте дальше Что там еще Украл Советский Союз У кого Вот А мне это уже как-то поднадоело С вами был товарищ Атомный До следующего эпизода Только революция, только победа